За минувшие сутки ВСУ нанесли 12 авиационных ударов по российским войскам, а также поразили четыре пункта управления и два района сосредоточения личного состава с помощью ракет и артиллерии, сообщает представитель генштаба ВСУ. Украинская авиация продолжает уничтожать захватчиков. За прошедшие сутки нанесено 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два по зенитным ракетным комплексам. За аналогичный период времени россияне нанесли 6 ракетных, 14 авиационных и 59 ударов из ракетных систем залпового огня. В частности, прошлой ночью атакам подвергся Очаков. Ночью 25 ноября враг наносил удары СРЗСО по портовой акватории и населенному пункту Очаковской общины. В результате один человек получил контузию. Повреждены жилые дома, среди них один многоэтажный. Российские войска в очередной раз обстреляли из градов и тяжелой артиллерии Никополь. Россияне продолжают бить по Никопольщине. Этой ночью обстреляли из града и тяжелой артиллерии Марганецкую и Никопольскую общины. В города и села прилетели более 70 российских снарядов. Люди целы. Детали обстрелов уточняются. Ночью снова был обстрелянный пригород Запорожье. Пригород Запорожье. На этот раз ракеты попали рядом с больницей. К счастью, люди не пострадали. Чего не скажешь о здании. Десятки разрушенных окон. Утром ракетная атака РФ повторилась. На этот раз попали в объект гражданской инфраструктуры одного из поселков Запорожского района, сообщил в телеграмме секретарь Запорожского областного совета Анатолий Куртьев. Число жертв вечернего удара российских войск по Херсону выросло до семи человек. Сегодняшний день – это очередная страшная страница в истории нашего города-героя. Только за вечер 21 раненый и 7 погибших. Вечная память погибшим от рук российских захватчиков. Всего в результате обстрела в Херсонской области погибли 10 человек. 54 были ранены. Тем временем власти Украины заявили, что ВСУ ликвидировали находившихся на аннексированных России территориях инструкторов из Ирана. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью британской газете The Guardian. Ранее в Киеве утверждали, что в аннексированном Крыму находится небольшая группа иранских специалистов, обучающих российских военных обращаться с дронами иранского производства «Шахид-136», которые Россия использует для ударов по объектам в Украине. О присутствии иранских советников в Крыму сообщали и представители администрации США. Иран и Россия отрицали как поставку беспилотников, так и присутствие советников. Когда и при каких обстоятельствах были ликвидированы иранские инструкторы и сколько их было, Данилов не уточнил. Владимир Зеленский призвал не тратить время на рассмотрение вариантов завершения войны, которые не предусматривают деоккупации Крыма. Я понимаю, что все озадачены ситуации и тем, что будет с Крымом. Если кто-то готов предложить нам путь к деоккупации Крыма не военным путем, я буду только за. Если решения не предусматривают деоккупацию и Крым является частью Российской Федерации, никто не должен тратить на это свое время. Это пустая трата времени. Зеленский также добавил, что российские удары по украинским объектам гражданской инфраструктуры свидетельствуют о том, что в Кремле не намерены вести переговоры о завершении войны. Виталий Кличко вечером в четверг сказал, что в столице без электричества остаются 60% населения. Мэр Киева призвал киевлян по возможности перебираться в пригород. Если у кого-то из вас есть дом в пригороде Киева, то лучше переехать туда. Об эвакуации речь сейчас не идет. Но мы рассматриваем временный переезд некоторых групп населения в пригород. Международное агентство по атомной энергии сообщило в пятницу, что четыре действующие атомные электростанции Украины – Запорожская, Ровенская, Южноукраинская, Хмельницкая – снова подключены к национальной энергосистеме после аварийных отключений и вырабатывают электроэнергию для нужд Украины.